Я дома! Фух, с чем это у нас воняет? Неужели она опять свое фирменное блюдо готовит? О, в общем, воняет-то, господи! Яна! Да, зайка, что случилось? Кто мне надзюрил в тапки? Не я. Да понятно, что не ты. Где это чудовище? Где эта четырехлапая скотина? Где этот самоубийца? Саш, ты чего сразу самоубийца? Потому что я его сейчас убивать буду. Ну, Саш, ну когда я делаю что-то не так, ты же меня не убиваешь. Потому что ты правильно извиняться умеешь. А это... Так, Буцефал, а ну иди сюда. Смерть твоя пришла! Это кто? А это Кбуцаку. Нет, я когда про смерть говорил, я типа пошутил. Проходите. Добрый день. Я Надежда, профессиональный зоопсихолог. Он что, к нам бабу же водит? Хороший, хороший, такой хороший. Вам не кажется, что пора стричься? Так, а где клиент? А, ну это, видимо, я. Вы Буцефал? А, нет. Он там. Проходите. Проходите. Саша, это собачий психолог. Капец. Ты бы еще собачьего логопеда сюда пригласила. Вдруг у нас Буцик, когда гавкает, букву Р не выговаривает. Ты уже это заметил? Я просто думала, что, может быть, мне показалось. Я такой, га-га-га. Я как калуюсь. Слушай, ну пойми, что собака, это то же самое, что ребенок. И в него нужно вкладывать и деньги, и внимание. Какой смысл? Оно, когда вырастет в старости, тебе даже стакан воды не подаст. Ну максимум тут она дзюрит. Сколько она стоит? Сеанс стоит полторы тысячи. Полторы тысячи? Ты что, смеешься? Да блин, за три сеанса можно нового Буцефала, который не писяет вообще купить. Давайте знакомиться. Меня зовут Яна, а это мой муж Сашка. Я бы хотела побольше узнать про Буцефала. Итак, какой он породы? Наглой, противной, мерзкой породы он. Он померанский шпиц. Скотина он необразованная. Расскажите, что делает из перечистенного? Портит вещи, исправляет нужду дома, проявляет непослушание. Вы знаете, прям вот все делает, вот прям все, особенно когда пиво напьется. Кто, собака? Ага, вы про Буцака? Я думала просто про Сашку. Нет, Буцак у нас хороший мальчик. Сколько лет? Тридцать пять. Милочка, ну собаки столько не живут. А, вы про Буцаку? Я думала про Сашку. Буцаку два годика. Вот, два годика. Два годика пожил и хватит. Все, я его убивать иду. И вообще я вам скажу, что он жив, на самом деле только потому, что он меня на карантине спас. Вы с ним гуляли? Я с ним бухал. Ну, точнее, донюхивал им. Все, гад такой. Смерть твоя пришла. Все, я пойду из него шапку сделаю. Фу, стоять. Сюда, 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 сюда. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Присаживайтесь. Вот что вы меня трогаете? Идите вон, берите Буцака, ложите его на кушетку. Пусть он вам гавкает о вашей, о своей жизни. Что вы делаете? Понимаете, когда проблема заключается не в животном, а в его хозяине, в его отношении к собаке, тогда психолог работает с его хозяином. Ну, подождите, то есть он меня надзюрил, а я еще в этом виноват, что ли? Али. Нужно смотреть глубже, в корень проблемы. Не буду я ему в корень смотреть, вы чего? Ну, поймите, собака справила нужду в тапке не просто так. А, правильно, потому что ему жить уже надоело. Вы опять все не так поняли. Поймите, это могут быть разные причины, проблемы в детстве, страх одиночества. А может быть, таким образом он привлекал ваше внимание, заигрывал с вами. А-а-а. Слышь, Янка, надо было не дарить тебе ни шубы, ни айфоны. Надо было тебя навалить в сапоги, и все, ты моя. Как вы считаете, он у вас послушный? Ой, вы знаете, он у меня не послушный, он постоянно вот эти вот носки разбрасывает, стульчак не опускает, вечно свое пиво бьет, потом с мужика... Яна, сейчас опять про собаку спрашивали. А, собака нет, собака идеальная. Да, он у нас специалист по тапкам. Понимаете, таким образом он хочет показать свою территорию. Тогда вы должны дать ему понять, что хозяин здесь вы. Я? А-а-а, все, понял. Когда я могу это сделать? Можете прямо сейчас, пожалуйста. Отлично. Вы куда? Пойду ему на место на его надзюре. Так, сюда, ко мне. Ко мне сюда, 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 сюда. Вы опять все не так поняли. Собаке нужно проявлять заботу и уважение, тогда она начнет. Тоже уважать вас и почувствует, что вы вожак. О, скажите, а вы только по собакам специалисты или с другими животными тоже работаете? Да, а что? Тут к нам раз в неделю змея одна приезжает. Я бы хотел... Саша, что ты трогаешь мою маму? А давайте, Буцика, научим ей в тапке зюрить. Давайте займемся вами и вашим отношением к животному. Вот, Буцифал с правил нужду вам в тапке или погрыз какую-то вещь, так вы возьмите ей и палку киньте. Да-да. Не буду я ему палки кидать. Да-да, палку. Понимаете, с собакой нужно работать, развивать ее интеллектуально. А, ну давайте кроссворды ему купим. Чтобы он как и ты по два часа там сидел? Да не надо, никакие кроссворды. Поймите, собака это зеркало своего хозяина. Все свои повадки, поведение она перенимает у человека. То есть у вас... Не надо, не надо, не надо. Я по утрам колокола себе не вылизываю. Да просто потому, что ты не достаешь. А если бы доставал, то... Давайте возьмем другой пример. Вот вы, когда забираете еду у Буцифала, он злится. Ой, вы знаете, он злится и гавкает. Я так не делаю. А если у вас пиво забрать во время футбола? Что? Вот точно так же, а Сашка еще и укусить может. Я же говорю, собака абсолютно все перенимает у хозяина. Поэтому нужно показать ей правильный пример. Вот вы бы хотели, чтобы Буцифал радовался, когда встречает вас с работы? Чтобы он радовался? Не, ну... Ну? Ладно, хотел бы. Вот. Ей нужно показать просто правильный пример. Да что это? Я сейчас должен раком тут стать и хвостиком вилять, или что? А почему бы и нет? Саш, ну что, тебе сложно, что ли? Ну, ради меня, ради Буцифа, ну что, сложно? Ну, вот так вот стать, вот так вот и просто... Отлично, Яночка. Отлично. Шикарно. Держи сахар. Походу, Яне надо было психологом. Да, Александр, давайте смелее, смелее, пожалуйста. Да ну перестаньте, вы чего? Давайте опускайте, смелее. Да ну мне, ну зачем? Сидеть, лежать. Так, кубырок, кубырок. Так, радуйся, радуйся. Отлично. А теперь сюда, сюда, сюда ко мне. Голос, голос. Отлично. Ярче, ярче радуйся. Отлично. Отлично, Яночка, радуйся. Отлично. Да. Если бы я знала, что ты так рад меня видеть, зятёк, я бы приезжала к вам почаще. Боже мой. Мам, привет, ты просто не так поняла, просто мы тут с Сашкой пригласили психолога, чтобы он наточил Буцифа гадить в тапки. Здрасте. Понятно. Опять нажрался. А я тебе говорила, Яночка, да пьётся он до белой горячки. Мама! Как я рад, что вы к нам приехали. А давайте я вам помогу обувь снять. Давайте, давайте, мамочки. Давайте, снимайте, снимайте и проходите. Саша. Как же я скучал-то. Саша, не вздумай. Саша, не тёрни вами в зубе. Саша, не вздумай. Привет, Сашенька. О, Янка. Привет. Я думал, я тут уже с голоду помру. Ё-моё, чё ты там принесла вкусненького? Так. Ух ты, прикольно. Кролик в имбирном сообще. Кайф. Саша, руки помой. Да зачем, оно ж в пакетике. Саш, ты чё делаешь? А, чё? Это еда для собаки. Для какой собаки? У нас же нет собаки. Теперь есть. Сука. Капель, Саш, я купила пёсика. Просто, понимаешь, я прочла, что перед тем, как завести ребёнка, нужно завести собаку, так сказать, чтобы потренироваться. Но у нас уже есть ребёнок. Ну вот, мы и потренировались, теперь мы готовы к собаке. Так, ну и где оно? Не оно, а он. Буцефал Генрих Людок IV. Ты чё, четыре собаки купила? Саша, одну, просто такая родословная. Капец. У него имя прям как у графа. На его фоне Саша и Яна звучат как слуги. Ну, хочешь ты своего буцик? Слушай, а можно я его просто буцну, он улетит отсюда? Саша, ну прекрати. Ну, тебя не смущает вот это вот вонь в квартире, вот эти слюни на кровати, вот это скулёж ночной? Ну, конечно, смущает. Но я надеюсь, ты больше не будешь так напиваться. Тем более, что у буцика может быть аллергия на алкоголь. Точно здесь не приживётся. Так, сколько оно стоит, это? Саша, покупая собаку, ты покупаешь друга, а дружба бесценна. Короче, больше тысячи долларов. Две. Сколько? Офигеть! Вот я Женьке одолжил две тысячи долларов, он до сих пор не отдал. Вот что значит купить настоящего верного друга. Ты собака какая-то. Такая порода столько стоит. Вот у меня в детстве был Бобик. Он бесплатно пришёл. Сам. Я его потом ещё за 10 гривен на рынке продал. О! Ты и меня ещё продашь? Да кто тебя купит? Я уже столько в тебя вложил, капец, деньги не отобью никогда. Тем более, ты с пробегом по Украине и вон, с прицепом. Саша! Чё ты тут вообще понабирала такого? А это я купила всё самое необходимое для Буцака. Капец, собака, за две тысячи долларов к ней вообще всё бесплатно должно было идти. Так. Трекер, как у меня, ничего себе. Да, он идёт с GPS-ом. Я буду знать каждый шаг Буцака. Вот оно как завертелось. Понятно? Это чё такое? Ой, это специальная умная миска. Сюда засыпаешь корму, он сюда выпадает. И когда она с него и дома, то Буцак не будет голодный. А соседку или подружку нельзя попросить, чтобы пришла покормила? Ой, я об этом не подумала. И миска тебе не подсказала, да? Нет. Так. Вот это чё такое? А, это антилишай. Всего 500 гривен. 500 гривен? Вот у меня в детстве был Бобик. У него, когда лишай появлялся, он брал и уходил. А потом возвращался уже без лишая. Так, может быть, он уходил к людям, у которых был антилишай. Ты опять миска подсказала? Нет, это я с ума додумалась. Понятно. Вот это чё такое? А, это умная кость. За 800 гривен? Ну, пойми, что эту кость подключаешь через блютуз к твоему смартфону. И на твой телефон приходит информация, когда Буцак будет играться с косточкой, и с какой силой в килоджолиях он будет нажимать эту косточку. Очень полезная информация. Как я без неё жил, вообще непонятно. Скажи. Ты бы ещё унитаз к блютузу подключила. Да я так и сделала, подключила к твоему смартфону. Так, Ян, только не говори, что каждый раз, когда эта гадина будет ходить в туалет, ко мне будут фотки приходить. Чё молчишь? Ты же сказал не говорить. А, так вот ты какого Буцака купила. Саша, Буцака я заказала через интернет, его скоро привезут. А это ему игрушка, чтобы не было скучно. Пять тысяч гривен? Да блин, ему дешевле каждый день проститутку покупать. Подружка. Саша, ну я ещё там всяких десять разных игрушечек купила. Вот у моего Бобика было две игрушки. Хвост и то, что под хвостом. Во. Вы прям с ним так похожи? Это чё за фигня? Это уличная поилка. Сука. Саша, кобель. Это шо, сука, кобель не может у нас дома воды попить, что ли? Блин, мы с мужиками меньше по пятницам скидываемся на пиво. Ой. А это тренировочный ошейник. Тренировочный ошейник? Вот, Яна, ну как так вообще можно? Ты покупаешь крем, не просто крем, а специальный, против морщин. Ты покупаешь зубную пасту, не просто пасту, а специальную с 3D-фэтом. Сколько тебя можно разводить вообще? Ну давай попробуем. Смотри, как он работает. Капец. Саша, сидеть? Да сейчас. Ещё раз так сделаешь? Да всё, всё, ладно, сижу, сижу. Так, что это у нас? О! Дезик собаки за 300 гривен? Да пошёл он, я буду сам пользоваться. Таш, ну это специальный спрей для того, чтобы Буцик знал, куда ему ходить в туалет. Где она? Ой, это же Буцико привезли, я сейчас. Блин, ну ладно, собака так собака. Будут с ней на охоту ходить, будут квартиру охранять. Яна, ты чё, мочалку купила? Сашенька, знакомься. Это Буцефал Генрид Людвиг IV. Капец, у него имя длиннее, чем он сам. Ну на, подержи. Блин, слушайте, такое милое лицо. Ты что, вспомнил своего Бобика? Да нет, эта тварь на меня написала. Ну вот видишь, спрей работает. Янчик, ну блин, это смешно. Вот я буду с ним ходить гулять, меня же все кошки во дворе засмеют вообще. Его же может в пылесос затянуть, как нашего хомячка. Ух, кстати, там же после хомячка много одежды осталось. Давай Буцик будет донашивать. Саша, Буцик не будет ходить в секонд-хенде. Ну я ж хожу. Так ты и с пола ешь. Что, теперь собаки к тебе приравниваться? Смотри, что я ему купила. Смотри, какое пальтишко. Пальтишко, да, крутое. Оставляем. Я буду с ним ходить гулять, а меня будут спрашивать. Ой, это кто? А я буду говорить, кто-кто, Буцефал в пальто. А вот еще. А что только двое ботиночков? Ну просто у тебя на карточке закончились деньги, и поэтому я попросила остальные отложить. Буцик, учись на двух ногах ходить. Так, значит, это крем для здоровой кожи, крем для здоровых когтей Буцика, крем для здоровых зубов Буцика. Я не понимаю, тебе что, за 2000 долларов больную собаку продали или что? Саша, ну ты пойми, когда Буцик вырастет, к нему целая очередь не весь будет выстраиваться. Офигеть! Мало того, что он будет здесь жить, пить, гадить, к нему еще тёлочки ходить будут, я себе такого не позволяю. Ой, ну, в смысле. Саша, ну пойми, мы же его будем сводить. Сводить? А ну-ка, 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 где там всё, там, всё, там, ой, 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 господи, какое я маленькое. Ой, я даже не сразу нашёл. Саша, ну я тоже не сразу нашла, но через пять лет супружеской жизни привыкла. Нас просто дома холодно всё время. Да-да, да-да. Дай сюда собаку, не повышай себе самооценку. Ну и что ты думаешь, вырастет? Ты про себя или про Буцака? Саша, когда Буцак вырастет, то мы ему найдём такую же маленькую собачку. Маленькую собачку. Теперь я понимаю выражение. Тютелька в тютельку. Саша, ты пойми, что щеночки Буцака будут стоить в два раза дороже, чем он сам. Четыре штуки баксов щеночек? Наконец-то. В нашей семье появился кормилец. Иди сюда, иди ко мне. Саш, морточка с другой стороны. Да какая уже разница. Так, Яночка, ты давай беги, сейчас собачью порнушку скачивай. Я в аптеку за собачьей Виагрой. Ох, сейчас начнётся. Ну, Буцак, мы с тобой за пять щенков лодку купить можем. Саша, ну какая лодка? Викузька, Викулечка, я дома. Ой, Серёженька, вы такой позадный мужчина. Я уж спотел так спотел. Ой, а когда всё забрызгало, я прям всё взмокрела. Брызгало так брызгало. Вика, как ты можешь? При живом тому же. А что, если в доме проблема со стояком, её надо решать? Нет у меня никаких проблем со стояком. Это что такое? Сашка, ну я тебя месяц просила починить стояк. Вот, пришлось вызвать мастера-специалиста. Муж на час, знакомьтесь. Очень приятно, Сергей. Муж на час. Александр, муж, пока смерть не разлучит нас. Я тут пока. Вика, как ты можешь вообще какого-то мужика к нам в квартиру привезти? Саша, ну сколько раз я просила забить гвоздь, а вот Серёжка забил, я аж ахнула. Так, прекращай эти ассоциации. У меня в голове неправильные картинки возникают. А ты вот свои обязанности выполняй, и тогда возникать никто не будет. Слушай, а может, он вообще вор? Может, он придёт и украдёт у нас что-то тут? Что он украдёт, м? Что он украдёт? А, сломанный стул? Поломанную микроволновку? Может быть, кровать без ножки? А он починит и украдёт. Саш, ну не говори уже бессмыслицу. О, так он аферюга. Он сейчас всё тут починит, деньги с нас возьмёт и исчезнет. Сашенька, я именно для этого его и пригласила. Это законная схема. А вдруг он шпион иностранный? Точно, он тут везде прослушку расставил. А, ну конечно. Он будет подслушивать, как ты сидишь на диване, как ты пиво пьёшь, как ты власть ругаешь. Я не ругаю власть. Власть хорошая. Я её люблю. Я даже шторы специально зелёные купил. Игорь, ты чё с ума сошла? Ты чё такое говоришь вообще? Вдруг он маньяк? Его надо будет к твоей маме отправить. Я, кстати, адрес мамочке дала, чтобы он и ей всё починил. Тогда я надеюсь, что он точно маньяк. Саша, он нормальный мужчина. И он профессионал своего дела. Какого это он дела, профессионал? Так, слушай, у него осталось 15 минут. Давай, что там тебе ещё помочь? 15 минут пусть работу себе нормальную найдёт, а не по чужим квартирам ходит. Да, Саша, он может реально тебе помочь. Давай, он что-то сделает. Не надо мне ничего помогать. У меня тут дома всё идеально. А у него золотые руки. У меня тоже руки золотые. У тебя сзадица чугунная, которую невозможно с диван оторвать. Извините, пожалуйста, я за 15 минут многое, конечно, не успею. Слабак. Хотите картин вам повешу? Я сам повешу. Могу гордины поправить? Я сам гордины прибью, всё. Я придумала, Серёженька. А давайте мне полочку повесьте в спальне. Идёмте, покажу. Тихо, тихо, спокойно. Я же тебе повесил уже в спальне полочку. Да, только Серёжа повесит туда, куда мне нужно, а не туда, куда ты дотянешься. А хотите, я когда буду уходить, ещё мусор вынесу? Стоп! Мусор не тронь! Это святое! Кстати, я когда тут возился со стояком, в туалете нашёл журнал. Мне кажется, это ваш. Тут в середине очень интересный экземпляр. Такие размеры, что вы его знаете прямо. Саша, это что это такое? Ясно, какие ты тут катера и яхты рассматриваешь. Извращенец! Я извращенец? Да я этот вообще журнал купил специально, чтобы... А, вот! Объявление здесь, понимаешь? Я его ради объявления купил. Что? Вот. Алла, это контора «Чистый ангел». Можно заказать женщину на час? А у вас минималка два. Давайте на два, да. Сколько стоит? А, всё нормально, потяну. Да, отлично. Всё, спасибо. Я не поняла, ты что, заказал домой проститутку? Раз уж такое дело, может, я кровать починю пойду? Какая проститутка, Вика. Я заказал женщину на час, точнее, на два. Потому что в доме не только я рукожопый. Ты когда последний раз борщ варила? Тогда, когда ты сказал, что этот борщ вонючка. А вот Серёжа пробовал, и ему понравилось. Правда, Серёж? Да, очень. Да он врёт, потому что ему ещё 15 минут здесь работать. А, я всё-таки на всякий случай починю кровать. Починет он кровать, ё-моё. Я открою. Я сама. Здравствуйте, девушка. Вы, извините за ложный вызов, но ваш клиент, он женат. Само собой, мы с холостыми редко работаем. Так, ну, мне всё понятно. Муж недолюблен, недокормлен и недо... Но мы такие услуги не оказываем. Жаль. Видишь, профессионал, всё с первого взгляда поняла. Да, работы у вас тут недели на три. Ну, ничего, что успею. Что? Да у меня здесь всё идеально! Сомневаюсь. Это вы ещё борщ не пробовали. А вы любите борщ? Да. Обожаю. Приготовите? Конечно. Будет такой же вкусно, как у мамы. Я сейчас её наберу и выведу её тайный рецепт. А вы пока ложитесь на диван. Прямо ложитесь? Да. Что? А это вам. О, пивко! Какое-то! Это чего это? Так, я пока носки по парам в шкаф разложу. Так, эти нужно ещё раз постирать. Да, это с рыбалки, они третью неделю там стоят. Вы что, собираетесь и носки ему стирать? Конечно. Это же моя работа. И заметь, делает это она с улыбкой. Учись. А давайте я вам пока телевизор включу. Сегодня такой интересный матч. Манчестерское дерби. Юнайтед против Сити. Юнайтед, конечно, с приходом Мули Гуна Рассольшера стал показывать более интересный футбол. Но ведь и Сити тоже нужно доказывать, что они фавориты. А то последние четыре года не могут пройти дальше, чем четвертьфинал Лиги Чемпионов. А как вы относитесь к тому, что Месси заявил, что он уходит из Барселоны? Ой, да куда он уйдёт? Пивка? Нет. Спасибо. Я на работе. Да и вам больше достанется. Так, где у вас тут кухонная утварь? Утварь! Там! Кстати, пока я буду готовить, мы можем поговорить о рыбалке. Ничего себе! Слушайте, а можно я вам покажу? Что ты ей покажешь? Свою коллекцию блёсен. Ну, конечно, обязательно. Вы мне ещё расскажете, на какую именно блесну, что именно вы поймали. На колебалку, на вертушку, на кастмастер, муха-блесну, девон, спиннербейт или блейдбейт или пилькер. Я, наверное, пойду покурю. Можете и здесь курить. Мне не мешает. Под футбольчик. Ой, а что это у нас? Телевизор не работает, да? А это всё Сашка. Он говорит, я починю. Там что? Там пять минут уже месяц чинит. Починю, 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 починю. А ничего страшного, я и сама починю. А не-не-не-не, не надо. Вы что, это не женское дело. Идите борщик пока готовьте. Это надо оставить для настоящего мужика. Серёга! Видишь, да? Давай так. Ты выгоняешь её, а я Сергея. Зачем? Она борщ приготовит. Серёга телек починит. Не жизнь, а сказка. Во! Кровать я уже починил. Молодец. Можете приступать. О, неплохой выбор. Ты это, ко мне не подлизывайся, я тебя ещё за журнал не простил. Слушай, почини телек. Да, легко, конечно. Так. Ай, красота. Там, скорее всего, разъём барахлит в Т2. Но я знаю, как вообще обойти тюнер и смотреть плюс 50 каналов бесплатно. А моя-то твоего уделывает? Серёжа! Давай! Давай! Чинить – это моё дело. А вы лучше пока борщ приготовьте. А вот что мне делать, я сама решу. А я начну готовить борщ, когда вы мне воду включите. Я, конечно, могу включить воду, но для этого мне нужно спуститься в подвал. А чего же мы стоим, мышцы перекатываем? Давай, трусой в подвал. Я, конечно, могу трусой в подвал, но мне нужно ещё раковину установить. А чего наш Супер Марио стоит и ждёт? У меня герметик сохнет. Может, вы ещё и на работе не просыхаете? Капец! Они ругаются, блин, как мы! Я тебе говорил, наша квартира находится на энергетическом разломе. А вы знаете, борщ не надо делать, потому что борщ у нас есть. Не такой уж он и вкусный. Что? Такое ощущение, что меня в кастрюльку плюнули. Я хотел сказать, что как мама всё равно ни одна жена не приготовит. Это сколько у тебя было жён, что ты так говоришь. Иди, чини стояк! Иди, помой пол! Ага, я сейчас помою, а ты потом натопчешь своими ножищами. Капец! Блин, у нас попкорн есть? Нет! Даже не знаю, кого из них отправить. Может, ты сгоняешь? Саш, я тоже хочу досмотреть. Делаешь всё, делаешь по дому, а ей всё равно не нравится! Потому что твои инструменты и твой гараж почему-то важнее меня! Что? Да, да, вот, 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 вот именно. Света, вот, 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 у меня инструментов нет, я рукожопый. Ой, ладно. Последний раз говорю, включи мне воду! А я тебе последний раз отвечаю, мне некогда! Мне ещё нужно картину вешать, потому что у кого-то руки растут не оттуда! Э-э-э! Так, ты моего клиента не трогай, я вообще-то его жена! Что? На час! А, ну да. Я тоже здесь не пустое место, я муж! На час! Так вот, иди и исполняй свои обязанности! Вообще, глаза опустите, посуду мой! Ребята, не ссорьтесь! Не лезьте в своё дело! Сашка, Сашка, можно их продлить? Так, как полюбить! Думаешь, легко быть мужем на час, переделывать всё за рукожопами? А мне, думаешь, легко, когда на каждом вызове ещё мужчины пристают? На каждом вызове? Я не планировал. Да что ты понимаешь? Да что ты вообще знаешь? Да что ты вообще видел в этой жизни? Сашка, они там чё, дерутся, что ли? Ага, и моя, походу, твоего побеждает. А нет, ты посмотри, выкрутился вон там. Ну не подсматривай, ну не смущай людей. Слышите, ребята, там же вроде кровать починили, может вы в спальню пойдёте? Да ладно, пусть они тут пол протрут. Да-да. Да-да, вот там вот в уголочке, ага. Ой, Сашка, такое ощущение, что мы с тобой поругались, хотя мы с тобой не поругались. Классно. И вот сейчас настал тот самый момент, когда ты возьмёшь меня за руку и потащишь в спальню мириться. Я? Чё ты сидишь, давай, тащи. Пойдём мириться, давай, пойдём мириться. Ух, я тебя сейчас помирю, ух, помирю. Ой, какие мы всё-таки молодцы. Ага. Да. Браки спасаем. Ну чё, пошли на следующий вызов? Ну подожди, мы ещё тут не всё спасли. Может, ещё разочек? Алло, да, ну где ваш сантехник? Я уже второй час жду. Сейчас соседей начну заливать. Алло, алло. Наконец-то. Сыка, уже? Сыка, уже? Сантехника, уже? Да, проходите, у меня ванной кран прорвало. Давно, вопрос. Что? Я говорю, давно прорвало. Да уже часа полтора как. Ну что вы, ты за женщина, а? Чего с радостью не позвонили? Так я сразу и позвонила. Куда? В ЖЭК. А вы почему так долго? Ну, милочка моя, пятница, пробки. Вы находитесь в соседнем доме, какие пробки? В основном из-под вина и пивные. Понятно, вы экран смотреть будете? Да что я там не видел? Я бы вот лучше диванчик посмотрел. Что? Куда? Я же вас потом не разбужу. Откуда, знаете? Я что, сегодня заходил уже? Нет, не заходили. Понимаете, мне очень нужна ваша помощь. Ага. Что случилось? Может, вы сами пройдете в ванну и все посмотрите? Да я отсюда и вижу. Надо стояк перекрывать. Ну, так перекрывайте. А что случилось? Кран прорвало. Так поменяйте. Тут дело в пять минут. А я пока можно вот на диванчик присяду? Нет, нет, какой диван? Понимаете, у меня уже полная ванна воды, уже переливается. Ну, принимайте. Я мешать не буду. Может быть, вы все-таки пройдете и посмотрите? Если вы настаиваете, я, конечно, с удовольствием посмотрю, как вы там буль-буль. Что? Вы что, издеваетесь? Да это вы издеваетесь. Выдернули занятого человека. И не говорите, что случилось. Флиртуете тут. Я? В ванную заманиваете. А может, там у кого-то беда? Может, кран прорвало? Так у меня и прорвало! Так надо стояк перекрывать. Ну, так перекрывайте! Сейчас пойду в ЖЭК за ключом от подвала. Да что ж за наказание, еще и в праздник. Что празднуем? А вы не догадываетесь? Рискну предположить, день рождения. Да какой день рождения? Рискну предположить, 18-й. Да нет никакого дня рождения. Вы-то сами в таком виде по какому поводу? А я не алкаш. Мне повод не нужен. Но все-таки интересно. Вот что за праздник? Слушайте, да нет никакого праздника. Вы кран чинить будете? А что случилось? Так, все, мне тоже надоело. Алло, Жек? Да, я сантехника вызывала. Да, он здесь. Но я хочу другого. Да не в этом смысле. Пришлите мне трезвого. Пусть сразу двоих пришлют. Ну, чтобы мы тут на троих сообразили. Понимаете, просто это совсем никакой. Это, пусть в магазин забегут, там, закусочка. А, на сегодня это самый трезвый? А, алло, алло. Ну что же такое? Ну, там вода, тут вы. Ну, что же мне делать тогда? Да, хозяйка, а ну че ты расстраиваешься? Ну, сейчас идешь в магазин, покупаешь шаровозь и луминовый кран на два дюйма. И одно... Одно... Однорышковый смеситель. Понимаете, я просто в этом совершенно ничего не смыслю. Может быть, вы пойдете в магазин и все купите? Так, вот этого хватит? Так, все ясно. Давайте вместе лучше сходим. Не-не-не-не-не, мне нельзя покидать аварийный объект. Так, давайте по-другому поступим. Да. Напишите, что нужно купить. Угу. Давайте. Так, шаровой силу у меня кран на два дюйма. Все, я вам даже зарисовал бы. Господи, вы бы хоть колпачок с ручки сняли. Так, сделаем по-другому. Я вас сниму на телефон, а вы все расскажете. Готов. Я вижу. Фоткай. Да говорите уже. Что говорить? Что купить? А, значит, два по 0,7 когура и... Огурчики там... Какой кран купить? А, в этом смысле... Значит, покупаешь шаро... Силу... На два... Козяюшка... Нет водички попить? Вам воды мало? Вон, полная ванна уже через верх. А что случилось? Так, все. Алло? А, это услуга муж на час. Мне нужен специалист по сантехнике. А-а-а... Замену мне ищешь, да? И это еще и в праздник какой-то там... Да, спасибо большое. Я очень жду. Спасибо. Ну? Ничего не хочешь мне сказать? Хочу. До свидания. Уходишь? Это вы уходите. Куда? Куда хотите? Хочу на диван. Да иди ты в жек! Я пойду в жек. Только ответь мне... В какой момент наш корабль любви... Дал течь. Слушайте, идите уже! Понятно. Типичная женщина. Поматрусила и бросила. А-а-а... Здравствуйте. Муж на час вызывали. Да, проходите, пожалуйста. С праздником вас. Ой, спасибо большое. Слышь ты! Все к моей бабе клещ, а? Слушайте, идите уже, а то сейчас полицию вызову. Хорошо. Я уйду. Только не звони мне больше. Что у вас случилось? Ой, тут такое... В ванной кран прорвало. И тут вот это... Ну, все очень просто. Нужно перекрыть стояк. Ха! Дело в том, что ключ от подвала в жеке. Ну, надо позвонить в жек, они придут и перекроют все. А они не придут. А почему? А они уже ходить не могут. Послушайте, давайте я сам скажу, возьму ключ, приду и все здесь сделаю. Ой, хорошо. Все, не волнуйтесь, ни... ни о чем. Давай, иди. Зря пошел. Ему не дадут. Почему? А он не работник жека. Ха! Пожалуйста, я вас очень прошу, давайте я вот позвоню в жек, и вы скажете им, что бы дали. Прибежала? Приползла на коленях, да? Ладно, сейчас все порешаю. А, эй, Михалыч, там от меня человечек есть. Да, мы пусть там поздался, но потом, когда... И все, и мы... И как... Вот тогда все, и мы... Что вы им сказали? Неважно, они поняли. О, порешал! А! А! Да, да, да. Марусичка, здравствуй. Ой, здравствуйте. С праздником вас. Это вам. Егор, спасибо большое. Вы прекрасно выглядите. Но вы меня заливаете. Егор, извините, пожалуйста, у меня тут такой ванный кран прорвало, и вот пришел... Это же нужно стояк срочно перекрывать. А! Вот сейчас и перекроем. Ничего себе сходил, Жек. Ты кто? Слышишь, Муму, ты кто? Ну, уж на сейчас... Ну, звали. Серега. Жека. Всем привет. Откуда? Из Жека. Жека. Серега. Жека. Послушайте, вы ключ принесли? А что случилось? Кран прорвало! Надо стояк перекрывать. Так вы же за этим и пошли, Жек. За ключом. Пошел. Ну? Мужик пошел, мужик принес. А что же это за праздник такой? Тот же вопрос. Так, я все понял. Я сейчас быстренько за ключом и вернусь. Сейчас, секунду. Соседа, Кур... Нам нужен третий. Кто в магазин? Могу я. Деньги есть? Хозяйка? Расплати СРВ. Расплати СРВ. Расплати СРВ. Так, пошли вон, оба! Слышь? Да твоя баба. Разберись. Слышь, ты. Женщина. Твой день восьмое марта. Да! Слышь, вроде сегодня восьмое, нет? А-а-а! Так вот что за праздник! У вас каждый день праздник. Слышь? Слышь? Нет. Я не слышу. А это значит что? Воду кто-то перекрыл. Как? Ключ же у меня. У-у-у-у. Ну вот и все. Воду перекрыл. Сейчас и с краном вашим разберемся. Егор. А что? Вы настоящий волшебник. Да ну перестаньте. У меня просто такая же ситуация была где-то год назад. Я позвонил, а мне прислали вот таких же. Вообще-то этих же. Да. Не волнуйтесь. Все будет в порядке. Я когда их увидел, я сразу понял, что нужно делать дубликат ключа. А. Да. Так. Я тоже не знаю, как сейчас вас благодарить. А давайте этот праздник отпразднуем вместе. Мы за! Вы... Вы за дверь идите отсюда, алкаши! Там что-то наклевывается. А... Шурамуре шпильеве. Вот и нигде. Маруся, я бы хотел пригласить на этот танец. Я просто никогда не танцевал в луже. Простите. Ничего страшного. Там под вами всего лишь какой-то сосед. СМЕХ 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 Вот... Что за люди, а? Ничего сами сделать не могут. А ведь живут рядом. Она на третьем этаже, он на втором. Угу. Кстати, приятно было поработать. Расчете представиться. Купидон Марины Жека. Жека из Жека. СМЕХ Купидон Егора Серега. Да. Ну... Кран, конечно, не починили. Зато личную жизнь кому-то наладили. СМЕХ Это точно. Ну что, может, за знакомство? АПЛОДИСМЕНТЫ Со знакомство говоришь, да? Да, я, в принципе, не против. Тем более, сегодня праздник... какой-то там... АПЛОДИСМЕНТЫ Классный крем! Что ты говоришь, Саш? Говорю, классный крем. Я вон туфли к свадьбе готовлю. Даже не видно, что я в них в футбол играл. Вот такой крем. Какой еще крем? Ну вот, маленький я у тебя на трюмо взял какой-то. Саша, ты что вообще больной? Это моя подводка для глаз. Она тысячи гривен стоит. Нифига себе, подводка дороже, чем туфли. Вообще, я тут подумала насчет нашей свадьбы. Что? Надо снова переносить. Правильно, Вика. Не смогу я на второй день так же, как на мальчишнике пить. Да при чем здесь твой мальчишник? Ты вообще смотрел новости? Кабмин разрешил на свадьбах не более десяти человек. И чтоб социальная дистанция была полтора метра. Подожди, это только свадеб касается или первой брачной ночи? Потому что я с полтора метра до тебя не допульну. Саша, ну тебя одно на уме. Вот с гостями что делать? Так а что с гостями? Господи, ты что не помнишь, как мы дни рождения на карантине отмечали? Включаем зум, подключаем все гостей, накрываем у себя поляну, сидим, отмечаем. А гости нам, значит, деньги на карточку переведут. Сашка, у тебя в роду евреев не было? Че, думаешь, не переведут? Да ты думай давай про гостей. Так а че думать-то? Слушай, а это касается только свадеб или поминок тоже? А при чем здесь поминки вообще? Ну представь себе. Мы таки отмечаем, горько, горько. Тут заходит проверка. Мы таки, горько осознала. И пьем таки, не чокаясь. Они только уходят, мы опять, горько, горько. Ну какие поминки? Чьи поминки? Ну есть там у меня один человечек. Так, не трогай мою маму. Хорошо. Ну давай тогда два зала снимем. Значит, в одном зале буду я со своими гостями, а в другом ты. А когда горько, мы будем в коридор бегать, взлываться. Ну Сашка, ну нет. Ну блин, ну хорошо, ну. Давай тогда нашу свадьбу неделю будем отмечать. Каждый день по 10 человек. И так мы всех гостей уважим. Только главное, чтобы за это платили твои родители. Все. Да и так мои родители за все платят. Давай просто сократим список гостей, берем лишних. Отличная идея. Смотри. Значит, берем список. Ага. Разрываем на две части. Кто в верхней части списка, тот идет. Кто в нижней, тот не идет. Ты думаешь, я не помню, что ты сверху всех своих написала, а снизу моих. Ага, сейчас. Ладно, сама уберу. Начнем с персонала. Тамаду. Да нет. Тамаду никак нельзя. Ты что, Вика? Почему? Ну ты видишь, какая ситуация в стране? Может, этот Тамада завтра премьер-министром будет? Нам такие связи терять нельзя. Не-не-не-не. Ну ладно, тогда отменяем лимузин. Ну, свадебные кортежи тоже отменили. Как отменили? Ну так. Офигеть. Значит, президентский кортеж можно, а свадебный какой-нибудь нельзя. Слушай, нет, Вика, я тогда... Отменяем живую музыку. Все. Нет, нет, ну а вдруг бабушка захочет потанцевать? Вика, бабушке 97 лет. У нее скоро у самой мероприятие с живой музыкой. Костаж. Ну ладно. Я придумала, кого вычеркнуть. Кого? Янку. Нет, подожди. Янка, это же твоя лучшая подруга. Ты чего? Никакая она мне не лучшая подруга после карантина. Я набрала 7 килограммов, а она 3 сбросила. Нет, у меня больше такого подруга нет. Не, ну так нельзя. Ну как? Слушай, не надо, чтобы она обижалась. Давай я ее на мальчишник себе возьму. Я тебя возьму. Ладно. Давай, вот думай, кого вычеркнуть. Ну, Саш. Ну кого? Ну кого вычеркнуть? Это Василенков надо вычеркивать. Они нам все равно на свадьбу ничего не подарят. С чего ты взял? Потому что мы им на свадьбу пустой конверт подарили. Ну как это пустой? Я в конверт положила 100 до... Ясно, откуда у тебя тогда новый спиннинг появился. Так, Вика, не тереби, не тереби, моя. Давай вот этих. Кто это? Склеренки. Вот их вычеркиваем. Кто это вообще такие? Это дядя Сережа и тетя Галя. Но их нельзя вычеркивать, потому что дядя Сережа хотел зарезать свинью на нашу свадьбу. Повезло, значит. Кому? К свинье этой жить будет. О, кстати, про свинью. Ай, господи. Подругу твою, давай вычеркивать, эту, Ольку. Не, Ольке я обещала, что она букетик поймает. Она тоже замуж хочет. Вика, а чтобы ей выйти замуж, ей надо для начала бросить пить, научиться готовить и с лицом что-то сделать. Это ж не Оля, это Толя. Это просто женские усики. Больше, чем у меня. Так, Саша. Я придумала, кого вычеркнуть. Давай вычеркнем дядю Васю, алкаша. Во-первых, не называй моего папу дядей Васи. А во-вторых, я предлагаю разделить список на родственники, друзья и остальное. Хорошо, хорошо, давай мы родственников по-любому оставляем, а остальных вычеркиваем. Правильно, согласен с тобой. Так, вычеркиваем вот этого персонажа. А почему в списке остальных моя мама? Ну как это почему? Во-первых, она мне еще не родственник, а во-вторых, точно не друг. Саша, так, почему мы все время только моих родственников вычеркиваем? Давай твоих повычеркиваем. Да давай, конечно, только ты не лезь. Я сам сейчас выберу, кого мне вычеркнуть. Просто выбирай. С большим сожалению и с болью в сердце я вычеркиваю мою любимую, дорогую, будущую тещу. Да ну, Саша! Ладно. Пойдет издеваться. Давай вычеркнем тех, кто по-любому будет бухать, а потом начнет буянить. Ты что, хочешь, чтобы с моей стороны вообще никто не пришел? Мама звонит. Ой, мама. Алло. Да, вот, мамочка, вот думаем, готовим. Как? Поняла. Че там? Бабушку минусуем. Единственный нормальный человек в вашей семье был. Да тебе пульте на язык. Она просто добраться не может. Поезда отменили. Она машине ее укачивает. Господи. Слушай, смотри. Давай вот дядю Леню обязательно берем, потому что он обещал баян принести. Давай насчет твоего дяди Лени с баяном. На пальцах выбросим, идет он или нет. Да вообще вопросов нет. Поехали. Юзефа. Юзефа. Опа. Вот твой дядя Леня с твоим баяном. Слушай, Вика, ну... Так нечестно. Давай так, смотри. Сейчас включаю музыку. Мы будем бегать вокруг дивана. Кто на диван сел, того гости идут. Поехали. Саша, ну что ты... Ну что ты... Ну что ты придум... Ну, Саша... Давай, давай, давай. Шириди, шириди, шириди. За детские игрушки. Нет, я не хочу... Оп. Опа. Саша, ты что, обалдел со всем? Я так не буду выбирать. Ну хорошо, давай так. Значит, карандашик сейчас привязываем. Если в бутылочку попадаем, все, и гости идут. Саша, свадьба еще не началась, а у тебя уже эти дурацкие конкурсы. Нет. О, правильно, Вика, вычеркивай нахрен тамаду, я сам свадьбу проведу. Вот такая будет свадьба. Саша, а давай просто жребий бросим. Вот, кого вытянем, тот по-любому идет. Я смотрю, ты подготовилась прям, с чего себе? Вика, можно я перетяну? Пожалуйста. Можно еще разок? Хорошо. Вика, ты офигела, что ли? Ты почему на всех бумажках свою маму написала? Чтоб ты ее не вычеркнул. Ну и что это такое? Ой, туда пришел, пойду открою. А, это Женька! Ай, не открнет! Слышь, насел, привет, Жека. Здорово. Ты когда долг вернешь? Завтра. Отлично! Завтра юбилей, ровно год как завтра. А мы, между прочим, кроватку детскую купить не можем. Ну, слушай, Жека, ну у меня тут ситуация. У меня же свадьба. А я тебя приглашаю. Кого? Меня? Его? Да, Вика. Подарок можешь даже не брать. Просто долг мне спеши и все. А, ладно, ладно, я тогда Марусю возьму, а то она обидится, что без меня. Ну, конечно, бери Марусю, ведь соседи это же круче, чем родственники. Ага, и мы тогда сынишку возьмем. Ну, он маленький, грудь еще просит. А, вы мужики, только грудь и прочите. Да, сынишку берите, он же только грудь просит. Да. И бабушку. И баб! Бушку тоже берите, конечно. Пойду Марусю обрадую. Да. С наступающим вас. Давай, Жека, давай. Хоша. Что? Это сколько ты ему должен? Вика, там такой долг, что он еще пятерых может привезти на две моих свадьбы. Саши бить. Мы своих родственников вычеркиваем, но соседей приглашаем. Кого вычеркивать? Меня вычеркивай. Ну, что значит тебя, Саша? Ну, какая свадьба? А что я там на тех свадьбах не видел? Господи. Ну, тогда есть только один вариант. Снова перенести свадьбу в пятый раз. Да, Бекусь. Вот что ты начинаешь? Ну, Бекусь. Ну, а что? Знаешь, как я хотела свадьбу? С самого детства. Я мечтала, что у меня будет белое платье. Что у меня будут гости. Букавкой П стол. Лимузин будет. А так, из-за карантина мы это все переносим. Еще и отметить нормально не дают. Ну, ладно. Ну, че ты. Будьте буковкой П. Будьте эти лимузины, гости, подарки. Все будет. Цветы. Будет, будет все. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас вот так прям в лицо все и скажу. Дальше. Иди в задницу, бабушка. А как ты? А как ты добралась? Поезда-то отменили. Эй, так я и вот этим местом, которое ты сказала, на велосипед прыгнула и приехала. Че тут 750 километров от Чернигова? Как я могла свадьбу любимой внучки пропустить? Бабульска! Так. Что там по телевизору? Так, комедия «Упсадый нянь». Один мужик, куча детей. Какая-то нахрен комедия. Это фильм ужасов. Сереж? Да. Я пошла. Пивка мне возьми заодно. Какого пивка? Ну ты ж в магазин пошла. А то у нас в холодильнике только молоко. В холодильнике было только грудное. Ребенка. А что у нас в холодильнике делает грудное молоко? Ну я же ухожу, а ребенку нужно что-то есть. Так, что по телеку еще? Сереж, я тебе всю неделю рассказывала, что мы сегодня с девчонками идем на корпоратив. Может в футбол хотя бы? Помнишь, мы сначала хотели еще в субботу пойти, а потом... Может в баскетбол где-то, я не знаю, в конце концов. Ты меня слушаешь? Конечно. Что? Понятно. Я пошла. Стоп! А ты этого с тобой берешь? Ну этого... Как его? Сына? О, точно, сына. Нет. С ним остаешься ты. Хорошая шутка, прям точку. Няня не вызовала, сейчас помогу вызвать тебе нормально. Я не оставлю своего малыша с какой-то незнакомой женщиной. Они отлично ладят с детьми. Я вообще-то имела в виду тебя. Все, малыш, пока. Алло. Да, Сергей Писаренко. Срочно на работу? Прямо сейчас, не переодеваясь, срочно выезжаю. Есть, товарищ начальник. Извини, дорогая, не на работу. Так срочно, что аж на пульт от телевизора позвонили? Прикинь! Какой экстренный аврал. Авральная экстра просто, я не знаю даже. Все, я пошла. Стой! Вот ты уйдешь, он сразу начнет орать. И что? Все понятно. Если он плачет, значит он хочет либо кушать, либо спать, либо покакал. А как разобраться? Попробуй сначала покормить. Если не получится, уложи спать. А если покакал? Ну, тут ты разберешься. Как? Ой, ну, Сереж. Ну, подожди, не уходи. А, ты что, боишься? Чего это я боюсь? Я здоровый мужик с каким-то младенцем. Боюсь, если честно, чуть-чуть. Так, не переживай. Если что-то вдруг случится, сразу звони мне. Угу. Давай. Да? Что-то уже случилось? Помогите! Меня жена бросила с грудным ребенком одного. Сереж, ну это же и твой сын. Ты же так любишь этим хвастаться. Ну я с ним и пяти минут не протяну. Пожалуйста. Ты остаешься с ним. Не скули мне тут. Кстати, через час померишь температуру. Градусник в попу и держишь минуту. Понял? Понял. Справлюсь. А ребенку тоже измерять температуру? Я про ребенка и говорила. Вот, видишь, на что я способен, лишь бы ты не уходила. Он орет. Сережа, разберись сам. Алло. Прием. Вот что он орет? Ну понятно же, поплачу, что он хочет кушать. Кушать? Чтобы ему дать такое. О, может сосиски. Я тебя умоляю, Сережа, ну какие сосиски? Ну извини, тупанул. Действительно, какие сосиски? У него же зубов нет. Надо размочить пивком, сынок. Сейчас я принесу, не волнуйся. Так. Все, замолчал уже. Все хорошо. О, а почему замолчал? Кого он там сожрал у нас в спальне уже, а? Все в порядке. Это у них такой переход между фазами сна. Вот видишь, ты все про него знаешь. Ты ребенковед, младенца-знавец. Вообще-то мы одновременно с ним познакомились. Помнишь, на родах? Неправда. Ты его на 20 минут больше знаешь, пока я в обмороке валялся. Все, мальчики, вам удачи, я побежала. Вот ты уйдешь, он сразу убежит. Он не ходит. Уползет. Он не ползает. Укатится. Он в кроватке. Точно. Он же в кроватке. Может, пока он в кроватке, мы тоже лучше в кроватку. Зачем куда-то идти? Сережа, с двумя сидеть потом еще сложнее. Ты меня не любишь. Иди, куда хочешь. Только я должен знать, где ты точно будешь. В ресторане мельница. Мельница? Алло, мельница? Я вас за... Я вас за... Я вас за... Я вас за рву на черта. Вообще, я беда на хат-бар. А если тебя посадят, заложенный вызов? Ничего, буду сидеть. Зато не с ребенком. 15 лет? Отлично. Выйду, он уже взрослый. Выпьем вместе. Дурацкие у тебя шутки, Сережа. Вот ты уйдешь, а он прорвется к бару и выпьет весь коньяк. Ха! Второй раз в это я уже не поверю. Или хуже того, включить телек и будет на зло тебе всю ночь порнуху смотреть. Там пароль. Сереж, ну что ты говоришь? Ему три месяца. Ничего. Пароль можно подобрать. Я ж подобрал как-то. Сереж, ну правда, ну сегодня не с кем оставить. Оставайся ты. Ну давай попросим соседа побыть. Он алкаш. А мы ему пузырь дадим. Это принципиально. Я не оставлю ребенка с каким-то алкашом. Не оставишь ребенка с алкашом? Так знай же, тот коньяк выжрал я. Будь принципиальный, не оставляй ребенка с алкашом, пожалуйста. Опять. Опять жрать просит. Но ты же слышишь, он хочет спать. Тихо. А похоже, как будто жрать. Так, иди укачай его. Иди с поем у колыбельного. Давай. Сыночка хороший мой. Как ты здесь? Что ты говоришь? Скажи погромче. Мама, куда ты бухать уходишь? Кукушка бросаешь нас. Сережа, пой колыбельную. Спят давно уж игрушки, и мишки уж спят. Одеяло с подушкой ждут ребят, ждут ребят. А по белому снегу уходил от погони человек в телогрянке или просто зыка. Сережа, ну-ка иди сюда. Что, заснул? Да. Ну, пока не уснул, стоял все время вот так на коленях и говорил, батя, пусть мамка не уходит, умоляю тебя. После такой колыбельной я не удивлюсь, если трехмесячный ребенок заговорит. Как ты можешь? Как ты можешь отрывать младенца от груди? Вот от груди отрывает. Да, кстати, чуть не забыла. Маленького от дички. Вот он там лежит. Просит, мамка. Нифига себе. А че ты их не носила никогда? Это ребенку. А, ребенку? Слушай, у меня идеи есть. А ну-ка, дай-ка я примерю. А давай я в тебя переоденусь и с твоими подружками вечеруху забабацаем, а? Ты нормальный? А че я там знаю, че делать? А здесь не в зуб ногой, а? Сережа, я тоже имею право на личную жизнь. Все, не порти мне планы. У меня тоже, между прочим, планы. Я Саньку на футбол пригласил домой. Саньку отлично. У него сколько трое? Да. Он тебе и поможет. Он же в этом деле профессионал. Серега, Маруська, привет! Здорово, Саня! Ой. А? Я что, не вовремя? Экспериментируете? Да, это для ребенка. Ладно, не заводи. С чего ты? Слушай, ну на улице холодина вообще капец. Минус двадцать. Честное слово. Слава богу, что я к вам пришел. А то дома это же вообще кошмар. Жена, трое сыновей. Год, два, три. Ух. Саш, поможешь Сережке с нашим маленьким посидеть? А то я убегаю. Ты же в этом деле опытный. Я пойду на улице посижу. Саня, там минус двадцать. Минус двадцать лучше, чем год, два, три. Вот. Спугнула друга. Так, ты справишься сам. Все, не раскисай. Все, я кремень. Я побегу. Я кремень. Будет баловаться, я ему ремня всыплю. Ты с ума сошел? Какого ремня? Он же маленький совсем. У него попка маленькая. А я буду бить ремешком от часов. Уж не промажу, знаешь, по маленькой попке тоже. Так, все, никакого ремня. Покакал. Кто? Он, не я же. Иди. Куда? Иди, помой ему попу. Что? Никогда я, Сергей Писаренко, не мыл задницу другому мужику. Этот мужик твой сын. А это надо еще проверить. Вот сейчас поедем, зададим тест ДНК. Приедем с результатами и пойдешь на свой корпоратив. Иди, помой попу сыну. Или ты думаешь, тебя папа в детстве не мыл? Зачем ты это сказала? Как я теперь отцу в глаза буду смотреть, господи, боже мой. Сыночек, как ты здесь? Как ты, милый мой? О, боже! Вот это навалил. Ой, господи, боже. Больше мамонта, боже. Надо в книгу киносозвонить, пусть фотографируют. Маруся! Что случилось? Он там такое сделал. Он там, помнишь, как я, когда вернулся с вечера встречи выпускников. Он срыгнул? Вот! Это нормально. Нормально? Как ты можешь оставлять меня с человеком, который постоянно отрыгивает и пукает? Я, между прочим, с таким человеком уже пять лет живу. Маруся, пожалуйста. Не уходи. Я его боюсь. Ах, ты боишься? А я, думаешь, не боялась, когда эти две полоски увидела? Пока ты «Ура! Ура!» кричала две недели, праздновала. Я сидела и вообще понять не могла, что происходит. А потом, эти девять месяцев, когда ты становишься все больше и больше, больше и больше, больше и больше, думаешь, я не боялась? А когда сроки стали подходить, и ночью, каждую секунду думаешь, все, вот оно началось. И так целый месяц. А когда все началось, что ты мне сказал? Ляк, отдохни, может, само пройдет. Блин, ну как тут уйдешь? Маруся! У нас есть лопата, а? Ну там столько навалило, да просто не я. Котик! Папочка дома. Встречай меня. Я тут. Бегу, бегу, мой хорошенький. Бегу, Сережа. Куда бежишь? Ну к тебе, ты же меня зовешь. Да это я кота зову, а не тебя, господи. Тараньку принес, хотел ему голову отдать. Мурзик! Кс-кс, мурзятина. Ладно, захочешь, найдет потом. Ну а кроме тараньки, мой добычек что-нибудь принес? Конечно, ласточку. Пять бутылок темного и пять бутылок нефильтрованного. А пять пива, Сережа? Ну сколько можно, а? Ну когда ты уже бросишь. А зачем мне бросать тебя? Я ж тебя люблю, я без тебя скучать буду. Ну понятно, понятно, на пиво у тебя деньги есть, на 8 марта на подарок нету. Я тебе духи купил. Красная Заря? Ты думаешь, я не знаю, что ты каждый год таскаешь их у своей мамы, которые еще там с Союза у нее стоят, вот такие пачки, потому что твоему отцу выдавали зарплату этими вонючими духами. Че это вонючими? Это чистая классика. Мне очень нравится. Комаров на рыбалке отгоняют классно. Знаешь, Сережа, я думала, на это, 8 марта, я получу не как обычно духи, а новый телефон. Ну надо было повнятнее намекать тогда, что ли. Да куда уже внятнее, Сережа, я тебе смс-ку прислала, хочу айфон. 12-й, 128 гигабайт памяти, бирюзового цвета, даже магазин тебе скинула, где купить. Слушай, столько информации. Так расслабиться хочется, давай куда-нибудь уже. Вот зря ты, Сереженька, пиво-то пьешь. Че? Да, да, потому что в нем много женских гормонов. И че? Грудь вырастет. Можешь тебе пивка попить, а, дорогая? А вот ты потом не говоришь, что я тебя не предупреждала. Титьки вырастут и будешь ходить как дурак. Я вообще думала, что мы сегодня, как нормальные люди, посидим вдвоем, посмотрим телевизор. Так посидим вдвоем, я обещал. С Саней посидим вдвоем, как и положено. О, кстати, вот и он. Саня! Здорово, братан! Здорово, сосед, привет, родной! Давай, ну хорошо. Садись. Хорошо, что ты пришел. Я как раз только с магазина вернулся. А, вижу. Кайфы. Викус, ты с нами пивка дябнешь? Спасибо, как-то не хочется. Какое? И вам, между прочим, не советую. Ты вот, Саня, знаешь, что в пиве содержится много женских гормонов? Ой, не слушай, Саня, знаешь, бабы всегда как придумывают специально, лишь бы нам помешать. Но нас этим не возьмем. Ну что вы, как дикари, пьете из этих бутылок? Вы возьмите вот красивые бокалы и пейте, как нормальные люди. Только бабы пьют из бокалов, цедят. Настоящий мужик пьет из горла. А я, знаешь, буду из бокала, наверное. Во! Да-да. Классные бокалы, слушай. А где ты взяла их? У него там магазин такой, там фишечки собираешь, потом меняешь. Ага, надо будет себе такие взять. Они мне под скатерть подойдут. Ну, из бокалов, так из бокалов. Держи. Ну, ладно, мальчики, вы тут релаксируйте, а я пойду тараканов потравлю красной зарей. Видал, какой полезный подарок сделал жене на 8 марта? Ну, давай, давай, выпьем за то, что мы пережили с тобой очередной 8 марта. Давай, это за нас. Да. Кстати, а ты помнишь, какой сегодня день вообще? Какой? 12 марта, пятница. Хорошо, а точнее? Ну, четвертый день после баба-апокалипсиса. 8 марта. Это правильно, да. Но сегодня ровно 18 лет, как мы с тобой дружим. А? Чё ты так смотришь на меня? Странный ты какой-то, Саня. Только бабы помнят все даты наизусть. Чё, у меня память просто хорошая. Да уж, хорошая. 200 гривен полтора года назад занимал, всё не можешь вспомнить, когда отдать бы. Да чё ты начинаешь? Я тебе сказал, отдам, значит, отдам. Ну, подожди, давай, выпьем за нашу мужскую дружбу. Ха-ха, давай. Держи-то ранечку. А может, ты мне её почистишь? Чё, боишься ручки испачкать, что ли? Да ты понюхай, понюхай, как пахнет, а? Господи, как она воняет, это капец. Серый, пиво такое больше не бери, оно горькое. Есть шампусик? Шампусик? Да, полусладкий желательно. Саня, чё с тобой? Я не понял. А чё со мной? Всё нормально. Да, как обычно. Показалось, наверное, ну... Давай, что ли, телек посмотрим тогда? Давай. Там как раз сегодня футбол, да? Ага, вот же. Гарсия куда-то исчезла. Что ты сказал? Как это? Что значит исчезла? Что обязательно должен показывать этот грёбанный сериал какой-нибудь? Какой-нибудь... Ну, подожди, не переключай. Интересно, чем серия закончится. Саня, с каких пор это тебе вдруг сериалы стали нравиться больше, чем нормальный футбол? Это шо футбол? 90 минут бегают, дурака гоняют туда-сюда. А тут, тут интрига, завязка, хэппи-энд, ты понимаешь? Интересно. Так, а ну-ка быстренько отвечай мне. Караоке или охота? О, ну, конечно, караоке. На охоте можно ещё, я не знаю, в яму упасть там, вымазаться. Шоппинг или рыбалка? Рыбалка. О, слава богу. Фуфло полное вообще. Холодно, блин. Руки рыбой воняют. Это вообще жесть какая-то. Конечно, конечно, шоппинг. Саня. А? Что такое происходит, я не понял. Я за 18 лет нашего знакомства тебя первый раз таким вижу. Не надо напоминать мне о моём возрасте. Капец, Саня. Не надо. Был друг, а теперь какая-то подруга сидит, что ли, тут? Что со мной происходит? Не знаю. Что? Какой-то баба-вирус, наверное. Какой? На всей планете. Наверное, мужики все в баб превращаться начали, а? А? Как я мог заразиться? Не знаю. Жена не целовала тебя? Нет. Тёща не кусала? Давно уже не кусает. Так, я должен проверить. Что? Дай потрогать мне там вот это. У тебя есть на месте? Что? Ну, потрогать это твой. Нет, не для тебя, мама, цветочек растила. Так, пока не потрогаю и не успокоюсь. Нет, я не дам тебя трогать за свои гениталии. Какие нахрен гениталии? Кадык, кадык. А, кадык. У женщин кадыка нету. Есть? Кадык на месте. Транно. Так, в баню тебе надо. В баню. В баню тебе надо. В баню. В баню. Ты прям на глазах в баню превращаешься. Так, 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 так. Так, что надо? Надо что-то. Так, так, значит, собирайся в больницу. Поедем анализы сдадим какие-то. Я не знаю. Ты эгоист, Серёжа. Не поеду. Ты что, обиделся, что ли? Нет. А что там у тебя глаз трёшь? Просто в глаз что-то попало. Ну, промой пивом. Ой, всё. Так, всё, собирайся в больницу. Анализы поедем сдавать. Я не поеду. Почему? Мне делать нечего. А-а-а! Господи. В больницу тоже уже поздно. Что же это? Что же это? Только ты сюда. Это пиво. Вика же говорила, что от пива женские гормоны и мужики. Может, вот это вот бабой стать можно. Ну что, мальчики, как вы тут отдыхаете? Серёжка, я в среду немножечко задержусь. Я записываюсь на маникюр. О, Викусь, меня тоже запиши. Вообще идеи заусенцы задолбали, честное слово. Какие заусенцы? Он же слесарь четвёртого разряда. Да у него даже пальцы не все на руках. Какие-то заусенцы. И ещё, Викусь, запиши меня на педикюр, пожалуйста. А то бывает, придёшь к клиенту, носки снимешь, и стыдно. Сашенька, тут есть только четверг. Кстати, в четверг я тоже задержусь, потому что я записалась к гинекологу. Гинекологу? Записать тебя тоже, Сань? Проверишься там, я не знаю. Серёг, ты чего? Фу, слава богу. Четверг я не могу, у меня маникюр. Господи, Вика, тут такой. Саня попил пиво и в бабу превращается. Вот, вот. А я тебя предупреждала, это всё женские гормоны. Я в бабу превращаюсь. Господи, 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 что мне делать? Успокойся, пожалуйста. Нет, ну я слышала, что есть один специалист, он делает операцию по возвращению мужских гормонов, но она очень дорогая. А у меня нет денег, я буду страдать. Саня, не волнуйся. Серёженька. Я своих в беде не бросаю. У меня там заначка на лодку была, я. Всё нормально, всё сделаем. Только там деньги заранее надо. Заранее? Мужик сказал, мужик сделал. Держи бабки. Санёк, вот за тебя, братан. Держи, Викуля. Вот это вот. Вот и чутненько. Наконец-то куплю себе новый телефон. Чего? Как? Вы что, меня опять наи... обманули? Это её идея. Ты тоже мне друг. Я его от баба-вируса спасаю, он меня решил кинуть. А не надо меня сейчас обижать, не надо. Что ж ты за друг такой, а? Что даже не спросил, почему я пошёл на столь подлый поступок. Твоя доля, Сашка. 200 гривен. Возвращаю. Мужик взял, мужик вернул. Значит так, вы парочка. Сейчас я вам устрою гормональный сбой. А ну стоять! Ааа! Я быстро! Это на земле! Аблино давай! Держи, держи, держи! Закрытуй! 23-го та 24-го квітня у Палаці Україна святкова программа Дизель Шоу. Сама крута в Україні! Яскраві враження та нестримний сміх гарантуємо. Витки на сайті дизельстудіо.ком та використання фонограми.